Как один палестинец 77 алжирцев обманул Как один палестинец 77 алжирцев обманул Раскрыто особо крупное мошенничество на чемпионате мира по футболу в Москве Газета коммерсант номер 7 от 17 января 2019 года, СТР 4. Как стало известно, твердый знак Столичная полиция завершает расследование уголовного дела гражданина Палестины 33-летнего Мохаммеда Абушаверба Приехав в Россию и не зная ни слова по-русски, он сумел жениться, а затем еще и совершить, как полагает следствие, особо крупное мошенничество Вероятными жертвами обвиняемого стали 77 футбольных болельщиков из Алжира Заказавшие и оплатившие господину Абушавербу приобретение билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года и бронирование номеров в отелях Москвы и Санкт-Петербурга Алжирцы в итоге были вынуждены смотреть футбол дома по телевизору Организовать визит алжирских футбольных фанатов в Россию еще весной прошлого года взялась гендиректор и владелец крупной туристической компании Сана Азиат Однако, как рассказала она на допросе в столичном Амвдбеговой, ее партнер в нашей стране неожиданно заболел и госпожа Азиат Пришлось срочно искать новые контакты на российском туристическом рынке К поискам тогда активно подключился дальний родственник дамы Мохаммед Аслудж, тоже предприниматель, но специализирующийся на международной торговле фруктами Его бизнес был тесно связан с Россией, поэтому, в отличие от своей двоюродной племянницы, господин Аслудж успел приобрести российское гражданство Квартиру в доме на Комсомольском проспекте в Москве и выучить русский язык В марте 2018 года фруктовик сообщил родственнице, что ее интересы в России готов представить палестинец Мохаммед Абушаверб Господин Аслудж, по его словам, был шапочно знаком с арабом и, узнав, что тот в последнее время находится в Москве, просто на удачу поинтересовался, не поможет ли господин Абушаверб разместить туристов из Африки Палестинец между тем оказался нужным человеком Он рассказал алжирцу, что живет сейчас в московском отеле «Империя», расположенном в первом Боткинской проезде, знаком со всеми руководителями гостиницы А владелец отеля его давний приятель готов предоставить эксклюзивные условия бронирования номеров под ЧМ-2018 Свои слова господин Абушаверб подтвердил красочными фотографиями интерьеров отеля, он сделал их прямо в режиме онлайн и тут же отправил алжирским компаньонам по WhatsApp Бывшего исполнительного директора ФК Анжи назвали похитителем 1,1 миллиона долларов у китайских болельщиков госпожа Азиат В свою очередь, разместила фото ожидающих друзей из Африки Империи вместе с рекламой ЧМ-2018 на своем сайте, и уже на следующий день перед офисом По словам хозяйки, выстроилась чуть ли не очередь желающих посетить Россию Отметим, что местная команда в чемпионате вообще не участвовала, не смогла пройти отборочный тур, но ее фанаты по неизвестной причине заинтересовались средней частью чемпионата и играми за выход в одном восьми части финала С учетом этих требований для первой группы из 42 туристов Сан-Азиат попросила забронировать 22 местных и 2 одноместных номера в Империи на 4 последних дня июня Мохаммед Абушавер сообщил в Миссенджере, что такое бронирование обойдется в 22 тысячи долларов, пояснив при этом, что деньги нужно будет передать через него и только наличными Условия устроили заказчицу, однако проблема оказалась в том, что компаньоны никак не могли встретиться лично Госпожа Азиат набирала клиентов в Алжире, господин Абушавер поддыхал в Москве, а господин Аслуч разъезжал по миру по своим торговым делам Алжирцы организовали доставку требуемой суммы в Москву с помощью курьеров, но просто передать деньги малознакомому палестинцу под честное слово не решились На встречу с Мохаммедом Абушавербом в Империю Мохаммед Аслуч отправил своего российского партнера по фруктовому бизнесу, поручив тому проверить условия сделки и только потом расплатиться Как боролись с махинациями с продажей билетов на чемпионат мира по футболу как следует из показания россиянина Палестинец передал ему так называемый лист бронирования номеров на бланке империи, заполненный на английском языке Я сразу понял, что это всего лишь выставленный счет на услуги, инвойс, и сказал Мохаммеду, что готов прямо сейчас оплатить его через кассу отеля Однако араб по телефону убедил заказчиков, что без его участия бронирование обойдется гораздо дороже И на следующей встрече с представителем алжирцев предоставил ему тот же бланк, но уже с печатью организации и пометкой оплачено Прямо на обороте листа бронирования господин Абушаверт написал на арабском языке расписку в получении денег Сканы обоих этих документов россиянин сразу отправил алжирцам и также дистанционно получил от них добро на совершение расчета Лист бронирования с фамилиями первых туристов пополнил начатую на сайте Рекламную кампанию ЧМ-2018, обеспечив таким образом новую волну продаж Уже оформившие путевки клиенты пожелали дополнить тур поездками в Санкт-Петербург Кто-то захотел продлить воежда выхода команд в четвертьфинал Появились желающие не только арендовать жилье, но и приобрести паспорта болельщиков За все это энергично и охотно взялся все тот же посредник К началу лета благодаря стараниям вообще не говорящего по-русски палестинца на сайте Появились сообщения о том, что клиентам компании, помимо империи, готовы открыть свои двери отели На Краснопресненской набережной в Москве, домина на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге И даже сеть отелей и станция в той же северной столице Их листы резервации выставлялись без пометок в УУЛ Однако на это обстоятельство уже не обращали внимания ни алжирские болельщики, ни организаторы туров Расширение туристического бизнеса между тем потребовало дополнительных вложений Мохаммед Абушавер после недоразумения в империи согласился брать безнал, но поднял ставку с американской до европейской валюты За размещение второй группы из 35 человек в Санкт-Петербургской турне болельщиков и дополнительные места в империи он затребовал в общей сложности 41 тысяча, которые госпожа Азиат перевела на банковский счет живущего в Турции брата посредника Ахмеда Почему сербским болельщикам билетов на ЧМ не досталось наконец, последним траншем стали 17 900 долларов, предназначенные для покупки билетов на игры 1-8 финала Эти деньги 20 июня 2018 года, когда чемпионат уже начался, передал Мохаммеду Абушавер Бусын Мохаммеда Слуджа во время встречи в кафе «Хлеб насущный» на Зубовском бульваре Палестинец, получив валюту, в последний раз связался с обоими алжирцами Госпожа Азиат, по ее словам, он просто сообщил, что держит ситуацию под контролем, поэтому ей приезжать и беспокоиться не надо А у господина Слуджа попросил небольшую отсрочку с билетами на матчи Фруктовик, давая показания в полиции, перевел последние сообщения своего партнера так «Потерпи немного, пока я с ними расчет посчитаю» Больше палестинец к телефону не подходил, а уже вечером того же дня алжирский футбольно-туристический бизнес в одночасье рухнул Произошло это в общем-то случайно Одна из туристок, по данным потерпевших, уроженка Украины и жена влиятельного алжирского чиновника Решила напрямую позвонить в отель «Империя», чтобы поинтересоваться, будет ли виден Кремль из окна зарезервированного за ней номера Дами в ответ сообщили, что ее в гостинице вообще не ждут, поскольку лист бронирования, в котором она числилась, никто не оплатил И этот документ, согласно правилам оказания гостиничных услуг, был автоматически аннулирован еще в марте Печальная новость за несколько минут распространилась среди алжирских болельщиков И уже ближайшей ночью господам Мзиад и Аслуджу-старшему пришлось срочно вылетать в Москву Утром следующего дня они были уже в империи, однако Мохаммеда Абуша вербатам не застали палестинец Как сообщили служащие отеля, выехал из заведения накануне вечером, а про его мартовскую попытку резервирования номеров все давно забыли Похожие ответы представителям алжирского бизнеса дали в других московских и питерских отелях Аслужащий одной из станций в разговоре с госпожей Зиад вспомнил, что лично отказал господину из Палестины даже в предварительном бронировании В итоге родственники были вынуждены ехать в Амвадбеговой, где господин Аслудж под диктовку Госпожа Зиад написал заявление о хищении у нее крупной суммы, переданной мошеннику Полицейские возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества Ч. 4 статья 159 УК РФ, а 23 июня 2018 года задержали Мохаммеда Абушаверба в аэропорту Шереметьево Палестинец пытался вылететь в Турцию На следующий день он был арестован Савиловским райсудом Как иностранцы пытались получить по паспорту болельщика работу или убежище в России за 6 месяцев расследования Полицейские допросили несколько десятков свидетелей предполагаемого хищения Восстановив в деталях всю схему преступления Наиболее интересным оказался, пожалуй, рассказ владельца отеля империи Рауфа Мишева Который пояснил, каким образом на неоплаченном листе бронирования появилась запись в УУЛ По словам отельера, Мохаммед Абушаверб был частым гостем в империи И производил впечатление руководителя, человека, так сказать, при деньгах Поэтому когда раб попросил хозяина отеля сделать для него бланк, условно подтверждающий оплату, тот пошел ему навстречу. Тем более что и сумма оплаты 1 миллион 265 тысяч рубль. По курсу была, как показалось господину Мишиеву, невелика для такого серьезного человека. Владелец империи в итоге вызвал менеджера к себе в кабинет и попросил выполнять просьбу клиента. «Теперь я понял, что Абушаверб обманул меня и тех людей, которым пообещал забронировать номера», — отметил бизнесмен. Сам обвиняемый, отвечая на вопросы следователя с помощью переводчика, пояснил, что родился и вырос в палестинской автономии, а его дом находится в городе Хан-Юнис, рядом с мечетью Алистюклил. Несколько лет назад вместе с женой и тремя детьми господин Абушаверб, по его словам, уехал в Турцию, а оттуда, уже один, в Россию, где снова женился на некой Инге, проживающей где-то в Московской области. По версии палестинца, всю историю с резервированием номеров в российских отелях подстроили его недобросовестные партнеры по бизнесу, которые решили его опорочить и сделать преступником, чтобы захватить три принадлежащие господину Абушавербу компаний в России, Литве и Турции. «Я устал от этой несправедливости», заявил обвиняемый на одном из заседаний Савеловского Росюда, продлевавшего ему арест. Под залог или домашний арест его не отпустили. Сергей Машкин.